Рад приветствовать вновь на официальном канале М5Stack. Меня зовут Люк. Сегодня я познакомлю вас с юнитом PB Hub. Используя его и три юнита Angle, мы сделаем несложный проект. Ранее мы узнали про PA Hub, предназначенный для увеличения количества I2C портов. PB Hub аналогичен PA Hub, только предназначен для увеличения количества цифровых и аналоговых портов ввода-вывода общего назначения. Я подключил через PB Hub три юнита Angle, внутри которых есть потенциометр, к базовому устройству. Далее я буду использовать их для управления границами встроенного в M5Stack цифроаналогового преобразователя, ЦАП, способного формировать звуковой сигнал. Давайте начнем. Хорошо, сейчас мы в UI Flow. Первым делом добавим в проект юнит PB Hub. Прокрутим каталог ниже. Выбираем PB Hub и привязку к порту A. Жмем ОК. Сейчас переходим в раздел Юниты и видим там секцию PB Hub. Нам нужен вот этот блок для получения значений аналогового сигнала. Перетащим его сюда. Еще мы будем использовать ЦАП. Найти блоки для работы с ним можно в разделе «Расширенные возможности». Сначала установим блок «Присвоить DAC». Вы можете выбрать или 25-й, или 26-й контакт. Однако встроенный динамик подключен к 25-му. Так, добавляем бесконечный цикл, Loop. Для получения желаемых звуковых частот, нам необходимо перенести диапазон значений от юнита Angle с помощью блока Map. Далее создаем три переменные для каждого из датчиков. Я назову просто фильтр и номер. Так, и еще две. Присвоим переменный фильтр 0 блок Map. Далее установим на первое место источник. Блок «Получить аналоговое значение». Мои юниты Angle подключены к портам 0, 1, 2, PB Hub. Я хочу перенести диапазон значений от 0 до 1023 к диапазону от 16 до 120 тысяч. Правда, я не проверял это. Возможно, будет ошибка. Так, сейчас добавим второй фильтр путем копирования и редактирования первого. Важно, чтобы диапазон частот отличался от предыдущего. Пускай будет от 0 до 2000. И, наконец, третий фильтр. В нем оставим тот же самый диапазон, что и в предыдущем. Я оставлю 2000, но вы можете указать большее значение. И, конечно же, не забудем изменить порт на второй. Будет здорово, если мы сделаем вывод значений на экран. Перетащим надписи. И возьмем три блока «Присвоить текст» из секции «Надпись» раздела «UI». Сделаем дубликаты данного блока. И в завершение добавим блок «Сигнал» в конец кода. Добавим нулевой фильтр, изменяющий частоту. Для этого вернемся к моим переменным. Здесь мы можем выбрать форму сигнала. Я оставлю синусоидальную. Когда мы будем использовать фильтры, то форма сигнала все равно будет искажаться. Я оставлю как есть. А вы можете сделать более продвинутую программу с функциями для изменения формы сигнала. Так, далее у нас идет длительность. Ее будем изменять с помощью первого фильтра. Здесь есть еще множитель, фаза и инверсия. Я пробовал их изменять, но так и не услышал разницы. Осталось добавить блок «Ждать» в миллисекундах. И добавим в него переменную второго фильтра. Таким образом, мы сможем изменять задержку между тонами. А сейчас мы готовы провести проверку работоспособности. Мы сделали это. Это очень простой способ для изменения звука с помощью трех рукояток. На этом принципе мы можем сделать обычный синтезатор. Если вам понравился данный проект, и у вас есть вопросы, то пишите в комментариях. Жмите «Нравится», подписаться. До свидания. Ведущий Люк Хендерсон перевел на русский язык Димми. Текст озвучивал Сергей Колбинцев.